Тему мы продолжим с нашим гостем, а у нас в студии Михаил Емельяненко, старший инспектор дорожно-патрульной службы. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы уже сказали, что дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов на сегодняшний день меньше, чем за подобный период прошлым летом. Вот с чем вы это связываете? В первую очередь хотелось бы, конечно, заметить, что ужесточилось немного законодательства в плане выдачи водительских удостоверений на малообъемные двухколесные транспортные средства, за что предусмотрена значительная ответственность в рамках Кодекса административных правонарушений. Ну и повышился уровень водителей, которые передвигаются в летний период на двухколесном транспорте. Они стали более вежливее, может быть, более внимательные и соблюдают в большей части на сегодняшний день правила дорожного движения. Вот несколько лет назад сотрудники полиции тоже стали мотоциклистами. Вот благодаря этому как-то качество работы контроль улучшился? Безусловно, повысилось в связи с тем, что на мотоцикле больше есть возможности проехать те места, куда, может быть, не пройдет патрульный автомобиль, оперативнее реагировать на какое-то сообщение граждан или сообщение о преступлении. Даже скажу, что, наверное, помогло улучшить раскрываемость каких-то определенных позиций, так сказать, по горячим средам ввиду оперативности данного вида транспортных средств. А сколько сейчас сотрудников, если можно так сказать, в мотобатальоне, не знаю, верно или название, ну вот сколько вас? Порядка 10 сотрудников, которые периодично меняют друг друга. Какие нарушения, все же возвращаемся к мотоциклистам, чаще всего они совершают? Ну, все нарушения, они, можно сказать, квалифицируются у нас по частям города нашего, по отдаленности от центра. В центральной части основные мотоциклисты, основное их количество, они легализовались на сегодняшний день. У большинства имеется полный пакет документов, начиная от водительских удостоверений, связи с регистрацией, ставят транспортные средства на учет, что гораздо больше вырос в данном случае по сравнению с прошлыми годами. Количество поставленных, зарегистрированных мототранспортных средств. Ну, а касаясь окраин города, там встречаются транспортные средства, которые, может быть, ввиду невозможности со страховым компанией застраховать как-то свои транспортные средства. Ну, и, безусловно, попадаются лица, которые управляют данными транспортными средствами, не имея права управления. Ну, и к большому сожалению, до сих пор на сегодняшний день остается такая категория лиц, которая управляет транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Буквально два дня назад был задержан подобный водитель, который управлял мопедом во власихе в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея права управления транспортным средством. Ну, штрафы на них распространяются такие же, как на автомобилистов? Безусловно, штрафы сейчас, они все идут как транспортные средства, и также распространяются штрафы как на водителя, так и на водителя мопеда. И весь кодекс административных повышений по линии ГИБДД, он полностью распространяется на водителя мопеда. Вот в течение лета как часто вы проводите профилактические рейды? Профилактические рейды проводятся с завидной регулярностью, все, вы же и освещаете все эти мероприятия наши, и дают они плодотворные результаты, то есть, когда большое количество начинает следить за какой-то определенной категорией лиц, то это дает свои результаты, безусловно. Ну и вот с приходом теплых дней на дорогах появились не только мотоциклисты, но и велосипедисты. Вот сейчас хочу поговорить даже не о детях, они, как правило, довольно редко выезжают на проезжую часть, хотя выезжают, катаются во дворах, где-то на придомовых территориях. Полноценными участниками дорожного движения становятся взрослые люди на хороших, качественных велосипедах, даже в экипировке. Вот имеют ли право они передвигаться так же, как автомобилисты по улицам города? Ну, правила дорожного движения к такой категории участников дорожного движения допускают движение, допускают движение их вдоль проезжей части. Действительно, на сегодняшний день очень большой интерес у населения стал к велосипедам, именно ввиду пробок, ввиду малогабаритности и маневренности данных вида транспортного средства. Они должны, безусловно, так же, как любой участник дорожного движения, соблюдать правила дорожного движения. Есть отдельная глава в правилах дорожного движения для водителей велосипедов, которую они, безусловно, должны соблюдать. И так же, как и любой участник дорожного движения, неважно, то водитель автомобиля, мотоцикла, велосипеда, на дороге все должны быть внимательны, взаимовежливы. Самая главная – внимательность и соблюдение, безусловно, не коррозненно правил дорожного движения. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. И вам спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Емельяненко, старший инспектор дорожно-патрульной службы.